всем привет и солнечной греции с вами юля вы на канале о вышивке крестом сегодня 29 мая и сегодня суббота у меня есть немножко времени решила подвести итоги соответственно за май месяц да конечно еще есть пару дней я что-то по вышиваю в мае но времени у меня не будет снять видео скажем во вторник первого числа в основном на выходных я снимаю свои видео поэтому немножко раньше это неважно плюс-минус какие-то дни переходят с месяца в месяц и хочу начать это видео с моих активных процессов с тех процессов над которыми я работала последние последнюю неделю последние две недели которые вы не видели в общем-то и один из таких процессов это образа в каменьях спиридон три мифутский рассказывала много раз и историю этого святого и обзор я делала уже на канале ссылки все оставлю вы можете зайти и посмотреть вот обложка от набора вот так выглядит мы видим то что должно получиться здесь у нас описание всех материалов которые находятся внутри набора ну и здесь подробная инструкция инструкция действительно подробная не составляет никаких сложностей работать с этим с этим процессом здесь есть две схемы это вот такая на обложке есть вторая схема которая находится очень крупная пакете я к ней кстати не обращаюсь мне в принципе достаточно вот этой схемки здесь те значки которые плохо пропечатаны на основе точнее не очень маленький поэтому плохо виден значок они здесь указаны есть указатель эти с номерками которые можно легко найти уже по ключу также основные элементы которые имеют какую-то особенность в их выполнении например такие как шишка вот она у нас шишка они вынесены отдельной и подробно расписаны как выполнять элемент шишка либо вот второй элемент тоже здесь какой-то вот такой вот интересный не шишка но тоже есть какое-то на плетение вот тут как мы выполняем шапочку у спиридона как будет выполняться крест все все такие вот моменты расписан расписаны и также здесь есть небольшая инструкция как мы работаем с трунцалом и канителью и вот с такими редкими для нас материалами тоже здесь расписано как их нужно растягивать по сантиметрам приблизительно как с ними работать я так понимаю что у меня новый наборчик поэтому здесь есть это описание старых наборах скорее всего этого нет так как я смотрю у ксюши арчи тоже вышивает набор от фирмы образа в каменях у нее нет такого описания у меня вот есть ну и для тех кто у кого старые наборы может быть нет этого описания то есть канал образов каменья где там подробно все показано видео как все это выполнять в принципе нет никаких сложностей вот такие вот такое вступление это что у меня уже выполнено на сегодня как вы видите моя работа активно движется к завершению мне бы на самом деле уже хотелось ее завершить потому что ну не знаю у меня просто горит очень хочется увидеть ее завершенной и даже оформленной делаю несколько подходов и когда начинаю вышивать не могу остановиться я поняла что мне нравится не просто как бы бисер да бисер я люблю вышивать периодически там когда никогда иметь процессы потихоньку вышивать бисером а вот именно образов камень их меня привлекли тем что здесь идет очень богатая комплектация на материалы натуральные камни вот здесь у нас нефрит он такой не неправильной формы просто дробленый камень да есть вот такие бусины это тоже натуральные камни есть хрусталь белыми очень понравился хрусталь зеленый хрусталь кстати тоже очень красивый бисеринки бусинки здесь вплетаются вот эти капельки тоже очень очень красиво смотрятся кстати у меня здесь не было выше то вот эти видите такие блестящие стежочки это у нас креник только какой размер не знаю креника какой номер точнее креника не знаю не было написано на катушечке но тем не менее вот здесь у меня вышелся по ощущению знаете как дождик похож без проблем я выложила все эти стежки очень нравится тоже эти хрустальные бусинки дальше что я выполнила очень много и я потратила времени на работу именно с нимбом выкладывая вот эти все лучики и шапочка шапочка здесь выполняется трунцалом медного цвета и оплетается канителью еще не я не закончила работу канителью сложный такой материал потому что канитель очень тоненькая пружиночка и вот нужно ее вот так выкладывать нарезать какие-то кусочки пришивать в общем много времени уходит и глаза на самом деле очень быстро устают и вот здесь у меня еще большой кусок в одеждах не завершён потому что я до выкладывала вот трунцал вот такой вот широкие видите такие вставки в одеждах и нужно выложить здесь канитель по крестикам вокруг тоже еще не готова дальше будет канитель вот здесь где идут синие линии рукава еще я здесь не пришила здесь какой-то тоже отдельный материал идет ну и очень хочется вышить мне вот этот факел здесь такое разнообразие бусин мы видим по схеме к этому моменту я еще не добралась чуть-чуть попробовала вышивать креником вот этот фон видите такие вот небольшие вставки попробовала вышивать в две нити по инструкции мне не понравилось потому что ниточка как-то перекручивается и не очень виден блеск а вот в одну ниточку по изящный но мне нравится в одну ниточку я буду делать так две ниточки вот здесь я попробовала мне не понравилось вот что еще что еще так быстро вам тут рассказываю все еще я повышевала немножко бусинами у меня была выполнена вот так до этого размера вчера я вышла вот тут небольшой кусочек бусин по пришивала и вот это все вчера я вышивала очень мне понравилось и опять шишку выполнял элемент два раза вот здесь и вот здесь эти шишки и все бусинки такие красивые трунцал у меня уже полностью видите пришит везде а рамку я еще вчера вышила вот полностью рамка у меня завершена ну в общем работа продвигается кипит все нравится яркая красивая огромным удовольствием выполняю эту работу вот видите блеск просто невероятный блеск что хочу сказать по материалам материалов принципе у меня все окей за исключением пакет номер один пакет номер один хочу показать вам две бракованные бусины я даже отложила отдельно сейчас я найду быстро 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 да вот этот момент меня смущает потому что наборы дорогие бусин здесь все под расчет и когда попадаются бракованные бусины это на самом деле большая печаль и у меня закрадывается такое ощущение сомнения что эти бусины причем будут у меня на видном месте где-то вот здесь я еще точно не разобрала потому что бусин еще много не разобрала все бусины может быть мне хватит заменить их чем-то чтобы они не попадались прямо здесь вот наверху на лице вот покажу вам эти бусинки сложно наверно показать настолько маленькую бусинку да ну вот видите здесь она битая битая и неровная не она побитая такое обломленные края вот здесь прямо вмятина такая видите ну не хорошо это вот видите какая-то некрасивая бусинка некрасивая вот если уж есть брак предусмотрен брак то должен быть обязательный запас а если брак не предусмотрен тогда уж должны проверять прям очень тщательно какие материалы вкладываться потому что вы знаете какие дорогие эти наборы не шутка купите еще потом если у вас брак что-то отсортировать что-то искать но это как бы нехорошо я кстати на страничку вконтакте к ним напишу этот момент еще посмотрю хватит мне не хватит если мне не хватит я вам это напишу вот конечно просить ничего не буду мне не надо но они мне не вышлют сюда в грецию но такой такие моменты нужно звоночки давать чтобы люди обращались на качество набора вот что еще сказать в принципе в целом как бы мои впечатления в наборе самые-самые положительные за исключением вот этих двух бусин с которыми пока я еще не разобралась что да как так я в большом восторге ну и как вам уже озвучивала в одном своем видео я собираю на еще один набор ну я думаю гню рождению я соберу потихонечку у меня есть такой мой план как я себе откладываю на мое рукоделие пока у меня есть бисерные наборы и чтобы сшивать а вот гню рождению хочу себе купить троицу мне очень понравилось там цветовая гамма поэтому поэтому буду потихонечку копить денежку себе на троицу вот такой вот у меня красивый спиридон получается немножко вот так вот вам покажу поиграюсь семи этими бусинами чтобы вы могли все это хорошо рассмотреть вот такая красота это мой процесс номер один и идем дальше посмотрим что еще я вышивала в месяце мая немножко финишах финиш у меня в принципе один в этом месяце у меня с финишами не сложилось провальный месяц много отдыхали праздников день рождения у мужа встречи с друзьями в общем в этом месяце мы посвятили посвятили больше отдыху и встречи с друзьями ну вот у меня вышелся вот такой вот кардинальчик от фирмы бася арт я показывала вам в прошлом видео было вышито у меня какой-то вот такой пятачок ну и более в первых днях мая месяца я быстренько его завершила он вышивается легко и интересно забыла вышить их бы все чем вот здесь вот плюв и глазик тоже сделала совсем вот недавно потому что как-то не обратила на это внимание вот такой вот кардинал красавчик от фирмы бася арт вышивался на аиде 16 каунта от свайгард ниточками дмс легкая приятная схема вот такой вот хорошенький кардинальчик очень мне понравилось его вышивать быстро легко интересно в общем что тут еще говорить вот такой красавчик такой красавчик и покажу вам еще один ну как бы финиш не финиш доработка скажем так вот такая еще работка это мой ключ вот по набору фирмы панна точнее набор был фирмы панна все как положено вышивала ниточками которые были в наборе три цвета металлизированный серебряный цвет металлик серебряного цвета синяя нитка и меланж синий вот что я здесь добавила я здесь добавила бисер как я вам и говорила я получила бисер мелхилл вот такого серебристого цвета идеально под цветовой гамме он сюда подошел и не на этот ключик у меня ушла практически пачка да я заказала две то что как-то сложно было мне посчитать я с бисером не очень понимаю как его рассчитывать вот и взяла две пачки у меня вот сюда ушла ровно пачка бисера вот так получилось объемно по цвету смотрится тон в тон с металликом ну конечно же есть вот такой вот блеск бисерочек аккуратненький все здесь красиво и аккуратно смотрится гармонично мне в общем понравилась моя идея с этим бисером единственное что что я еще сделал я сюда еще внизу добавила немножко бисера тоже так объемника смотрится хотела добавить еще в какие-то элементы но теряется эффект объема когда добавляешь бисер и решила не 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 усердствовать оставить так как есть ключ бисером вышелся работа стала более объемной интересная я думаю что мой эксперимент удался не нравится как смотрится с бисером красиво такой ключ получился объемный вот еще раз покажу поближе вот так надеюсь вам видно со всеми этими камерами и освещением трудно настроиться я снимаю с искусственным освещением потому что как-то не такое местечко далеко от окна поэтому как как получается но надеюсь будет все хорошо видно вот такие у меня два финиша в мае месяце в общем то не очень много получилось по финишам но я дальше еще вышивала процессы и идем дальше дальше я хочу показать вам прогресса по набору фирмы золотое руно на охоте размер работает 33 2 на 24 и два сантиметра используется здесь 26 цветов ниточки здесь модера дизайнер пуйновская людмила процесс был начат 2017 году 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 в месяце старта так говорю мне кажется как будто его начало сто лет назад да он у меня был начат отложен пыталась я к нему вернуться и вот знаете там выше тысячу крестиков и он опять у меня откладывается вот но в этом году просто справедливости ради нужно его завершить и я сделала несколько подходов как вы видите очень результативно продуктивно ставлю фотографию как процесс выглядел на начало месяца и перед вами вот эта разница что я повышевала сделала я заново разметку потому что без разметки мне все-таки тяжело переодела на кюснапы с ними как-то полегче вообще я полюбила очень кюснапы и процесс пошел вначале было сложно влиться в именно в схему потому что значки какие-то были пропущенные крестики нужно было все восстановить втянуться и постепенно постепенно все-таки я справилась вот с этим участком здесь у меня ровно половина как вы понимаете осталось зашить вот этот кусочек буду переставлять кюснапы буду склеивать новые листы схемы и будем идти дальше на завершение вот самый сложный участок как мне пишут девочки но я так думаю я его вышила эта трава эта собака дальше пойдет фон мне он очень нравится и я думаю что с фоном пойдет процесс побыстрее специально сейчас держу картинку чтобы вы могли сравнить то что получается то что у нас на картинке как вы видите очень хорошее качество проработки собака получается реалистично все вот эти участки очень хорошо все видно вот здесь у нас уже носик будет здесь у нас ротик вот эта грудка видите лапки все ну вообще дизайн прекрасный чудесно все получается нужно еще постараться уделить несколько дней в июне месяце чтобы работа двигалась к завершению я вообще хотела ее в мае завершить потом думаю ну хоть бы в июне сейчас уже думаю хоть бы в июле завершить потому что лето началось и если честно хочется какого-то отдыха мы соскучились о по морю был такой знаете непростой для всех непростой поэтому хочется как-то времени время уделять хочется и на другие вещи но тем не менее будет вышивка продвигаться не в июне в июле но в концу года я уже ее должна завершить вот поэтому выглядит сейчас работа так и следующем месяце мы увидим как сложилась ее судьба продвинулась не продвинулась и и вот так идем дальше дальше у нас джан лин 4 сезона птиц я уже показывала эту работу но у нас итоге месяца еще раз покажу вам эту работу полюбуйтесь на мои успехи и на ту красоту которая у меня получилось да да два окошка завершились весна и летний я уже говорила что весенний у меня был очень сложным я здесь чуть ли не плакала когда вышивала все эти три четвертых креста а летний уже пошел повеселее и я с огромным удовольствием уже вышивала здесь и даже и бэкстич просто нужно разделять участки не отвлекаться на другие работы если вышивать монолитом только одну эту работу конечно тяжело наступают такие моменты как-то тяжело потому что вот здесь бэкстича его очень много и как бы съемка непростая если только вот заниматься этим набором то какой-то момент все равно он отложится не хватит сил а вот так по чуть-чуть по чуть-чуть работа подросла ну и меня теперь ждут еще два окошка осенний и зимний не знаю смогу ли я взяться в июне за эту работу потому что у меня немножко другие процессы как бы поджимают хотят тоже повышеваться может быть отложится на месяц на два я думаю это не критично еще один процесс который вышивался и которому ну в общем-то досталось времени и он у меня хорошо продвинулся это дизайн дименшинс зимние радости по набору от магазина клубок желаний часто вам показывают процесс потому что он у меня продвигается небольшими такими шагами но я этому очень рада главное что двигается и я хочу концу года все-таки его завершить что я вышивала в этом месяце в этом месяце он у нас выпал по рулетке и я всегда стараюсь выполнить по заданию чуть чуть больше вот сколько у меня хватает сил я стараюсь вышивать я взялась за бэкстич прошлый раз когда я вышивала этот дизайн хотела вышить бэкстич но вот не лежала душа а в этот раз прямо руки сами схватились и за бэкстич и я все что смогла достать то что можно было обвести контуром я выполнила все эти стежки на первый взгляд и не видно сколько здесь работы выполнено но на самом деле очень-очень много вот тут дом полностью все очертания стены и окошко вот здесь окошки вот здесь вот здесь крыша вот здесь все направлено бэкстичем дерево церквушка все здесь с бэкстичем и он цветной не не черный здесь и коричневый и светло-коричневые черные и белые разные цвета бэкстича в доме очень много бэкстича но здесь все у меня пяльца поэтому не видно полностью все картинки не хочется снимать будет сильно мята работа так вот какой-то вид есть и вот здесь в доме очень много тоже бэкстича немножко уже сделала выкладную нить на березках крыльцо вот здесь вот тут дерево вот ниточка осталась припаркована дерево обшиваю и также я повышевала полукрест вот в этом уголочке поэтому переодела на кюстапы на кюстапы на норге для того чтобы была хорошая натяжка и можно было по комфортнее наверное вышивать этот полукрест так как он здесь вышивается 5 сложений нити вот эти цвета это 5 сложений нити и поэтому я на руках держу и вот эту ниточку вышиваю в принципе нормально вышивается конечно нужно аккуратненько и протаскивать чтобы она не запутывалась но так в принципе нет каких-то сложностей вот и хочу здесь дошить бэкстич вот здесь по моему березка будет вышиваться еще вот здесь деревья вышиваются бэкстичем дальше переставлю мои на кюстапы почему-то говорю норге переставлю чуть-чуть повыше вот здесь вот видите чтобы вывести уже третий угол вот где-то здесь у меня будет третий уголок в этом участке где здесь есть дерево очень много выкладной нити поэтому много будет работы но главное что процесс двигается понемножку полегоньку я люблю на него смотреть надеюсь и вам доставляет удовольствие периодически поглядывать на эту картину как она растет нужно будет еще вот здесь уточек тоже отбэкать чтобы они у меня уже образовали здесь очертились на этом красивом закатном небе вот так вот подросла эта работа итак старт мая месяца у меня все-таки состоялся один старт я этому очень рада я открыла наборчик фирмы чудесная глава сковым ай он у меня идет в совместном проекте райский сад так как по рулетке у меня один процесс там выбыл мне нужно было начать новый процесс вот и прекрасно как раз новый наборчик по нашему совместному проекту начался ласковый мар чудесная игла размер работает 32 на 32 сантиметра квадрат количество цветов 38 вышивается на еде 14 каунта вот основные форму основная информация и перед вами а то что у меня есть надеюсь видно видно значит что по организации так как здесь очень плотная такая хорошая аида я решила ее не заламывать не кюсна по мини пяльцами решила ведь на раму мне есть вот такая рама на 50 сантиметров прекрасненько все натянулось все замечательно дальше вопрос по разметке как мы знаем цветная основа не размечается маркерами можно было разметить мылом но знаете она стирается мыло в принципе не проблема можно разметить мылом но стирается и я вспомнила что я недавно себе купила моно нить я просто вам забыла показать в покупках не такая уж и большая покупка моно нить купила черную и как раз решила опробовать как это и понравится мне или нет и ура ура я нашла тот вариант тот способ как размечать основу мне удобно мне понятно и конечно же моно нить нет проблем зашить ее и она потом запросто вытаскивается я когда нитками пробовала размечать это постоянно проблема что нельзя нитку зашить нужно ее подпороть убрать меня этот момент всегда останавливал от разметки вот ниткой да моно нитью ну моно нить и не было просто ниткой моно нить она запросто вытаскивается поэтому мне очень нравится я вот здесь уже вышила полностью все 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 в этом фрагменте в этом кусочке и моно нить уже убрала подрезала видите уже все хорошо видно вот здесь я себе еще ряд моно нити проделала прошила но я прошиваю так пока только горизонтально в принципе мне виден квадрат и не нужно даже делать вертикаль вот здесь я пробовала другим способом проводить моно нить закрепками но так мне не нравится потому что нужно подрезать все кусочки вытаскивать а когда просто идет по одной линии ее потянул и все ниточка убралась вот поэтому я теперь моно нитью буду пользоваться мне понравилось ну по крайней мере на аиде на плотное прекрасно все это здесь держится ну и перед вами тут участок который я на вышивала вышивала снизу начала вышивать здесь у нас как бы стол вышивается полукрестом ну понятно полукрест вышивается очень легко причем здесь внизу такая легкая схема большие цветовые участки все все хорошо видно и значки и цвета помогают видеть этот значок ну прекрасно я прям с таким удовольствием и запалом вышивала могла никак остановиться до цветов я еще не добралась есть на вот у цветочки повышевала которые на столе нужно будет выжить еще бэкстич какие-то листочки чуть-чуть туда вышивала чуть-чуть вазу начала вышивать ну вот так вот по цветам вышиваю старалась брать одну нитку полукрестом и вышивать по всему участку чтобы так сказать процесс шел побыстрее и в принципе мне здесь все очень-очень нравится на сегодня и схема нравится мне пишут девочки что дальше схема ой 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 сложная неподъемная ну вот я так смотрю на первый взгляд мне кажется очень простая конечно схема могут быть опанчивый может быть там дальше кроются какие-то такие участки сложные ну мне кажется очень простой и ну просто сага на бумаге да все подсвечено все цвета все хорошо видно буду вышивать буду рассказывать мои впечатления как продвигается работа сложно не сложно но вот на первых этапах просто сказка прекрасно все вышивается нитки кстати неплохие и не знаю что здесь за нитки по своему качеству они у них нет такой хорошей мерсеризации как у дм что они такие гладенькие они немножко мохнатенькие чуть-чуть но в принципе нормальные нитки цвета здесь убойный посмотрите супер какие какой синий посмотрите синий голубой какой здесь сумасшедшие фиолетовые сумасшедшие вообще оттенки не скучная работа я честно хочу сказать просто от переменные вот этих всех цветов настроение поднимается само собой ну вот смотрите взял нитку такой повышевал шикарно я с большим удовольствием вышиваю эту работу а и хочу показать вам моё лениво ноу-хау куда я паркую иглы внимание на левый верхний угол куклу у нас здесь вот такая история не было лень ну точнее не лень я искала как не сделать организацию для ингл парковщик я обычно беру ключ вырезаю его и клею на какую-нибудь основу парковочную и не заморачиваясь но здесь история с ключом она сложновато ключ видите он огромный он крупный хорошо все читается но сам лист видите он просто очень огромный приклеить куда-то вот это вот невозможно вырезать значки клеить но я ленюсь прямо в каждый значок куда-то клеить не хочу что еще можно было взять можно было бы нарисовать эти значки но знаете тогда теряется смысл цветовой здесь же видите цвет еще помогает и значок и цвет а если просто нарисовать значки то глазу уже будет не так понятно и не так удобно поэтому я решила делать что я решила не делать себе парковщика стараюсь нитку дошивать но если уж так у меня участок где мне негде ее дошить но я вот хотя бы вот так пока паркую мои иглы с нитками так как цвета здесь они все очень разные и их спутать просто невозможно на глаз видно какая здесь нитка в принципе вот пока делаю так пока так а там посмотрим может быть я уже что-то себе придумаю более 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 качественная хотела переодеть на дубку мне очень нравится органайзер но 38 цветов не помещаются поэтому вот эти вот все такие нюансы меня подвели вот к такому пока ленивому решению вот но самое главное то что работа вышивается вышивается с огромным удовольствием и будем надеяться что так же она и будет продвигаться и будем надеяться что к концу лета там как-то мы увидим финиш ну я люблю себе ставить какие-то планы немножко фантазировать мне это помогает настроиться на вышивку и выдавать побольше крестиков вот такая у меня история с с этой работой еще в этом месяце у меня были покупки я не буду вам все подобно подробно показывать рассказывать уже было видео просто напомню что покупки состоялись так как это видео знаете за месяц отчет на недели разные текущие такие видео где мы показываем о продвижениях их часто пропускают а вот за месяц смотрят поэтому я быстренько пробегу покажу какие у меня были покупки в этом месяце цапля от панны реолис дождик к девчонка хорошая с собачкой очень мне нравится вот эта красавица вот панны это у нас это пас прям вот хочется вышить этих девчонок топаз у меня есть амитис есть еще две девчонки у панны рубин и сапфир по моему да и вот такие вот подсолнухи тоже чудесные игры прекрасные я бы тоже и с удовольствием прям и начала люба начала вот такие наборчики пришли мою коллекцию кстати появилась у меня идея снять видео о всех моих наборах разобрать их по производителям открыть все коробки кстати я давно этого не делала и возможно на следующей неделе я займусь разбором и наведением порядков с моих процессах процессов с наборами с процессами я разобралась я сняла видео вам недавно показала сколько у меня на самом деле процессов мы все 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 процессы посмотрели посчитали на сейчас я вам скажу не видел это видео на 23 мая у меня было 17 начатых процессов ну я уже в мае начала еще один поэтому них теперь 18 процессов вот и начинать хотелось бы но не планирую хочется чего-то завершить чего будем завершать поговорим в следующем видео о планах и так к покупкам довольно старенькая покупка уже два-три месяца находится в у меня и я уже хорошо попользовалась этим инструментом многие девочки узнали цепу топ x и именно желтенький у нас продают разных цветов у разных цветов разных производителей но я хотела именно топ их желтенький он симпатичный но и девочки уже его пробовали поэтому нужно идти по протоптанной дорожке что хочу сказать о об этой цепи цепа действительно вещь практичная классная мобильная держит большие рамы я покупала цепу с тем расчетом что у меня есть большие рамы и большие рамы я не хочу ставить на мой станок стич смарт я его недавно отремонтировала но стараюсь его беречь и вышиваю на нем только либо киснапы либо какие-то пальца что-то очень легкое вот именно цепу я взяла с тем расчетом чтобы уже можно было ставить такие большие рамы и вышивать серьезные процессы и хочу вам сказать цепа очень мощно держит все рамы даже не шелыхнется ничего единственный конечно момент сложно добираться к изнанке нужно закрепляться на лице я это не очень люблю но как говорится да здесь уже такой момент есть и свои маленькие минуса вот в целом цепа очень хороший инструмент компактная до тяжелый конечно но сам по объему компактный инструмент держит крепко любые пяльцы рамы киснапы все что угодно привинчивается практически к любой поверхности с собой нужно брать в общем я довольна этой покупкой не время от времени пользуюсь и вышиваю не только рамах но и на моих обычных и пяльцах ставлю мне хочется менять положение тела вышивать другой комнате поэтому тоже пользуюсь вот этой прекрасной цепочкой дальше я купила вот такие папки ну вроде бы ничего нового папки да папки единственное что для меня конечно это новое потому что в наш магазин у нас рядом с домом большой магазин с различными бытовыми товарами там и детская одежда и посуда и констовары и ну вот всякая всякая мелочь всякая мелочь все дешево и как бы много всего большой выбор и вот таких вот папок почему-то не привозили сколько не захожу вот искала никогда их не находила в этот раз привезли мне хотелось бы конечно немножко побольше размеров но и такие тоже неплохо в принципе и под организацию по достатке ниток по достатке каких-то материалов ткани хранить все что угодно очень очень комфортно компактно и это такой материал очень плотный как бы как прорезиненный наверное я так думаю это ввода непроницаемое что-то непромокаемое что-то что очень хорошо будет защищать содержимое и вот здесь такая молния тоже очень хорошему чудесные чудесные такие конверты это для организации процесса вот организация процессов это всегда очень волнующая тема для многих как организовать его что что придумать и особенно для нас у кого очень много процессов а у меня как вы видели процессов достаточно поэтому вы такие вот конвертики тоже очень пригодятся пока еще ничего сюда не организовала но обязательно что-то здесь будет вот это организовать процессы так чтобы тоже было максимально хорошие результаты что еще хотела вам сказать вставлю некоторые маленькие зарисовки из жизни влоговые зарисовки связаны с вышивкой не связаны но какие-то интересные такие фрагменты и моменты жизненные и оставлю ссылку на очень интересный канал на youtube я нашла называется док планета это южнокорейский проект с документальными фильмами научно-образовательными фильмами на различную тему исторические документальные фильмы о животных о древнем мире о растениях кстати и там есть фильм цинь-шинь-хуанди тот фильм который я рекомендовала в прошлом видео о император первом императоре китая этот фильм есть на этом канале поэтому эти девочки которые не смогли открыть тот первый источник и посмотреть там этот фильм теперь вы сможете его посмотреть на этом канале я так понимаю этот фильм именно проект этого этого канала канал сам на русском языке хороший дубляж но режиссер и съемка я так понимаю это южная корея вот такие у меня новости на этом у меня все желаю вам хорошего настроения творческих успехов и конечно же до новых встреч всем пока пока субтитры у нас есть мы субтитры не это это но это это мы Мы сегодня приехали к морю, сегодня воскресенье. Хочу сегодня снять воскресный влог. Не знаю, что у меня получится по видео. Ветер очень сильный, возможно, будет плохой звук, но я стараюсь. Мы поменяли нашу основную точку морскую, нашли новое местечко, нам здесь очень-очень понравилось. Называется это место Порто Рафти. Это относительно новый район. Точнее, он не новый район, он уже старый район, но он приобретает новый туристический смысл, так сказать. Потому что здесь делали метро, здесь рядом аэропорт, понастроили много таких вот домиков, которые сдают в аренду и туристы пошли. И вот в этом году мы видим, здесь уже началось движение. Море здесь очень чистое. Море здесь, получается, идейское. И очень чистый пляж. Вот здесь, вы смотрите, вот это вулканические здесь породы, остатки, особенно вот там вот видно хорошо. И поэтому ни с берега, ни с моря не приносят сюда ни водорослей, ничего. Очень чистая вода. Я сегодня так хотела покупаться, но утром мы посмотрели погоду, сказали холодно, ветер. И я даже не взяла купальное. Когда сюда приехали, погода хорошая, можно было бы искупаться. Прям водичка взорвёт и манит, чистое, море спокойное. Вот, кто далеко на севере, у кого ещё нет лета, девочки, вам солнечный привет из нашей красивой Греции. Я обожаю эту страну. Картинку могу передать, а запахи не могу передать. Море, красота. Вот там церквушка беленькая, вон она, видите, церквушка. А там уже начинаются кафешки, пляж, ресторанчики. Вот вокруг горы, видите, вот так. Горы, горы, все горы застроенные домиками. Горы, горы. Видите, как вверху строят так хорошо. Там и вид хороший, и не жарко летом. Вот такая красота. Шикарно. Ах, ну ничего, следующее воскресенье будет уже купательное. Это получилось у нас гулятина. Я с собой взяла книгу, буду сидеть читать. Сейчас мы найдём где-то местечко и обустроимся. Церковь я вам покажу. Видите, как в азисе в деревьях церквушка. Кусапамы, Коста. Кусапамы. А в окей? Кусапамы. Кусапам. Церковь. церковь здесь вот наверное будет крещение уже готовятся мы были на карантине и церкви тоже были закрыты сейчас открылись церкви и как говорится процесс пошел я все в очередь буду здесь крестить детей прошлый выходных было то же самое одного крестили уже 2 дети до службы приезжают и фуршет делают прям вот так на пляже угощать будут гостей подарки раздавать мы сходим на пляжик очень туристическое место такое сильно туристическое но такое уютненькое очень хороший пляж а вот там вот далеки не видно вам смогу показать там получается есть небольшой порт для лодок маленьких лодок парусных они вот там в море не знаю видно вам не видно беленькие нужно будет данным с мужем проехать и посмотреть вот вам пляж пожалуйста уже люди потихонечку обустроились вот 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 а Так, мы пришли вон оттуда. Сделали вот такой круг. Сейчас вам показывают здесь красоты. Мы идем смотреть на лодки, которые, видите, вон они уплывают. Но еще вот там вот не все ребята выгрузились. Я так понимаю, здесь школа идет. Парусные лодки они называются. Наверное, так, маленькие парусные лодки. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Вот здесь вот уже ресторанчик готовится принимать гостей. Так, ну здесь уже это самый край получается побережье, да, где устроены пляжи и все остальное. Здесь уже самый-самый край. И вот здесь находятся вот эти лодочки. Вон они плавают. Видно, видно вам будет. Вот видите, все поплыли и еще вот загружаются. Надеюсь, мы успеем. Я вам их покажу по близком расстоянии. Сама тоже на них посмотрю. Так, тут песочек вообще привезли. Такой пляж аккуратненький. Красота. Ресторанчик. Вот так делают. Хорошо. Мы на следующих выходных будем открывать Купальку в виде сезон. Сегодня мы как-то побоялись новостройки. Домики строят новые. Расширяется район. Как красиво. Какие краски. Есть маленькие детские лодки, а есть взрослые, да взрослые, большие лодки. Там тоже везут. Сейчас вам покажу. Не хочу сильно людей показывать, чтобы видео не забанили. Все, поплыли. Красиво как. Вот большая лодка уже идет туда. Вот смотрите, маленькая, большая. Большие готовятся, уже тренера, наверное, готовятся. В школе. Пять яйн. Пять яйн. Пять яйн. Лига мегалитера. Это яйн. А, да, церек. Прикольно. Сейчас посмотрим, как будут выгружать большую лодку. Подойдем поближе. Как быстро уплывают. Главное поймать ветер. Все. Поехал. Быстро как? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 тем более что по крайней мере сейчас у меня легкий этап тут у меня ждет ваза какие-то листочки а здесь по схеме я знаю точно все легко бабочка ну вот эти участки они легкие по схеме поэтому хотя бы какие-то небольшие продвижения должны случиться на этой работе что с петушком петушок красавчик вот он петушок как мне хочется его вышить вы себе даже не представляете я уже его вижу в подушке на моей кровати большая красивая яркая такая подушка мечтаю попробовать эти стежки гладь и все остальное но я понимаю что если я его сейчас начну то значит кому-то не повезет другим процессом тоже нужно как-то завершаться поэтому я его пока по придержу и скорее всего уже он пойдет на июль месяц печалька ну если если уж я быстро завершу спиридона тогда возможность смогу заняться петухом не знаю вот мне горит его начать когда начнется точно не могу вам сказать июнь июль вот но скорее всего уже июль так так интересно посмотрите солнышко как вышивается такими вот стежочками здесь какие-то тоже как французские узелки или какие-то стежки такие разные интересные прям очень интересно поработать с этим набором но наверное пока откладывается на что и я ставлю еще свои планы что я хочу продвигать что еще тоже хочу продвигать это зимние радости я надеюсь вы не устали от этого процесса я надеюсь он вам все также нравится любите его рассматривать потому что но его часто показываю продвижение здесь небольшие тем не менее он постоянно фигурирует в моих видео ну что делать я над ним работаю надеюсь что в этом месяце я закрою третий угол вот прям очень хочу закрыть третий угол выполнить там все стежки как бы по полу крестиком повышевать здесь немного осталось но здесь много выкладной нити фиксича и под таких вот всяких хитрых стежков сложных поэтому мне хотелось бы закрыть третий угол я буду очень счастлива вот моя красота еще чуть-чуть потерпи потерпи ну и еще один процесс видите в этом месяце у меня процессов мало я ставлю себе в план потому что как-то хочется мне уже видеть более такие более впечатляющие результаты ну и конечно же золотое руно на охоте тоже буду вышивать в июне месяце хотя бы хотя бы давайте что мы придумаем сколько мне нужно вышить попробуем попланировать я сейчас вот здесь нахожусь хотя бы выше одну треть от половины половина здесь вот хотя бы одну треть возьму какой-то угол правый левый не имеет значения и буду вышивать фон часть собаки попадет и фон ну в общем не сложный участок думаю более-менее реальный и такой очень реальный этот план да вот если так посмотреть так 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 принципе по всем планам пробежалась и так быстро наверно это видео соединил с итогами чтобы чтобы было уже как-то интересней не сильно растягивать кусочки вот что еще ну есть у меня два вот таких наборчик а купала их недавно и и так как они маленькие такие хорошенькие я думаю что в этом месяце мне нужно что-то вышить что выполнить не знаю то ли баночку с медом то ли горницу наверное надо выполнить банку с медом лето красота ну в общем что-то из этого я думаю я смогу начать какой-нибудь наборчик попробовать надо очень очень интересно что у меня здесь получится я думаю что за пару вечерков можно запросто выполнить такую красоту вот в принципе это если мои планы на июнь месяц немного процессов но хочу с ними поработать очень очень активно поэтому это видео добавлю уже к моим итогам все вместе вы посмотрите на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока мы сегодня пришли в парк на пробежку здесь цветут вот такие кусты в основном цветов нет но есть такие кустарники очень большие цветов много красиво смотрится такой шарик цветущий вот видите огромный такой куст вот такие цветочки вот птички поют все зеленое какие красивые сосны людей мало открылась уже наша кафешка любимая мы уже сходили сок там попили хочу показать вам еще здесь наши цветочки я сейчас в таком месте ведь не очень много ну вот есть еще вот такой вот цветок есть это очень распространенный распространенное растение она неприхватливая выдерживает жару цветет долго разрастается большим кустом несколько их видов есть розовые есть белые и больше такие бордовые вот очень много скворцов сорок непонятно коты везде есть покажу вам сейчас нашу кафешку мы прогуляемся такой парк это ну как бы первый уровень парка за этими соснами гора ну такая небольшая гора где тоже есть дорожки можно подняться там лавочки тоже очень красиво я вам оттуда уже делала репортаж это наша любимая кафешка называется аллея вечером здесь очень красиво все подсвечено уже открыли ее слава богу розы цветы вот здесь что-то лучше а здесь теннисные корты были но улучшают наверно покрытие меняют вот вам код пожалуйста нет у меня ничего не проси нету я не подготовленная так там детская площадка в смысле баскетбол футбол для детей дальше там для взрослых бассейн здесь есть подогревом но в этом году вне работы наша любимая кафешка как у нас здесь хорошо атмосферно сегодня очень жарко 35 градусов сегодня на 25 мая резко скаканула температура обещали к выходным что будет 28 будет получше я надеюсь воскресенье поеду на море и сделаю вам репортаж уже с пляжа будет будем открывать сезон пришла к этому растению одно из тоже очень популярных стойких растений в нашем климате климате где очень жарко и мало воды но ну прям так на заборе я не знаю смогу ли я дотянуться и и и Продолжение следует...